Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Кью». Всем привет! Это «Новости будущего» — все самые интересные из мира науки и высоких технологий в студии Елена Иванова. Ученые из Национальной лаборатории Аргона Алексей Снежко и Игорь Аронсон разработали микророботов, способных собираться в более крупных роботов произвольной формы и выполнять поставленные задачи. Эти роботы могут передвигать объекты во много раз, превышающие их по размерам и массе, объединяться в крупные структуры для решения больших задач и самовосстанавливаться. Сейчас вы видите, как микроробот передвигает бусину, вес которой в 4 раза превышает вес его самого. Также эти роботы могут обеспечить большую точность перемещений и выполнения операций, чем более крупные механические манипуляторы и устройства. Микророботы размерами приблизительно в полмиллиметра создаются при помощи магнитного поля, направленного перпендикулярно поверхности жидкости, содержащей частицы из магнитного материала. Магнитное поле заставляет эти частицы собираться в нечто, имеющее круглую форму с выступающими острыми гранями. Эту форму ученые физики назвали «Астра» из-за аналогии с одноименным цветком. Второе магнитное поле, приложенное параллельно поверхности жидкости, заставляет микророботов двигаться в заданном направлении. Это только начало работ по созданию так называемых активных самособирающихся материалов, с помощью которых будет строиться умное будущее человечества. И вполне вероятно, что благодаря именно этим разработкам будет реализована фантастическая идея, экранизованная Голливудом, когда огромный робот на ходу будет превращаться в «Шевроле Камара». Команда ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего открыла интересный, простой и эффективный способ вычислять пин-коды пластиковых карточек сразу после того, каких владельцы воспользовались услугами банкомата. Для этого нужно не так много, только система построения теплового изображения. Идея настолько проста, что додуматься до нее мог бы даже ребенок. После того, как человек набирает на клавиатуре банкомата свой пин-код, на клавишах еще какое-то время сохраняется остаточное тепло от его пальцев. Причем тепловой отпечаток довольно быстро исчезает. Если своевременно посмотреть на него через инфракрасную камеру, то можно увидеть не только сами кнопки, из которых состоит пин-код, но и их последовательность. При этом не нужно даже заглядывать владельцу карточки через печо. Ученые провели эксперимент, предложив 21 добровольцу ввести 27 случайно сгенерированных пин-кодов на пластиковых и металлических клавиатурах. Разумеется, выяснилось, что металлы, как хорошие проводники тепла, остывают быстрее. На пластиковых кнопках тепловые отпечатки сохраняются дольше. И вычислить последовательность цифр в коде намного проще. Авторы разработали даже специальную программу, которая с вероятностью 80% определяет пин-код в первые 10 секунд после ввода. И даже через 45 секунд вероятность успеха составляет 60%. О новинках далее. В интернете появились сведения о новой технологии Super AMOLED HD, которую Samsung намерена ввести на рынок уже в этом году. Сегодня последней завершенной разработкой в сфере сенсорных LCD-дисплеев у компании Samsung считается Super AMOLED+. И новая технология Super AMOLED HD, судя по всему, станет ее более продвинутым преемником. Дебютным смартфоном для новой технологии станет модель Samsung GT i9220, которая имеет экран 5,3 дюйма и работает под управлением операционной системы Android Gingerbread. До конца этого года компания Samsung намерена также представить и планшет с экраном Super AMOLED HD с диагональю в 7 дюймов. О своем намерении выпуска смартфонов с дисплеями формата HD уже заявляли такие компании, как Motorola, HTC и LG. LG Optimus 3D – это первый в мире смартфон с экраном, позволяющим получать трехмерное изображение без использования специальных очков. В целом устройство выглядит очень достойно среди своих конкурентов, если говорить о дизайне, и значительно опережает их в вопросе производительности. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 2.2 Proye. Это дает себе возможность использовать самый новый софт, а быстрое железо обеспечивает его нормальную работу. LG Optimus 3D построен на базе двухъядерного процессора TO-MAP 4430. При этом смартфоне удалось разместить 5-мегапиксельную камеру с двумя объективами, которая позволяет проводить стереоскопическую 3D-видеосъемку в HD-формате и снимать классическое видео в формате Full HD. Кроме того, LG Optimus 3D отличается очень богатыми коммуникативными возможностями. Кроме уже привычных модулей и разъемов, гаджет оснащен HDMI-разъемом для подключения к телевизору и поддерживает технологии DLNA, позволяющие объединить совместимое устройство в сеть для работы с мультимедиа. Приобрести новинку вы можете в сети магазинов цифровой техники Q. Дабы избежать воплощения в реальности сценария фильма «Армагеддон», по сюжету которого огромный астероид, приближающийся к Земле, был случайно замечен астрономом-любителем, для раннего обнаружения потенциально опасных космических объектов был создан этот монстр – телескоп PS-1, вооруженный камерой с разрешением 1,4 гигапикселя. PS-1 является первым из четырех телескопов, целью которых является обнаружение, отслеживание и составление карт астероидов, представляющих собой опасность для Земли. Эти телескопы в состоянии обнаружить небесные тела размером от 300 метров и более, те, чье падение на поверхность Земли может привести к катастрофическим последствиям. Все четыре телескопа PENSTARS будут располагаться в одной точке и смотреть на одну и ту же область ночного неба. Совмещение снимков, полученных ими, позволит компенсировать влияние искажений CCD-матрицы, вызванных дефектами кристаллов или воздействием космических лучей. В итоге качество изображения будет соответствовать полученному с помощью высококачественного телескопа, имеющего зеркало диаметром 3,6 метра. Это позволит регистрировать даже небольшие космические тела. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники Q. Желаем вам удачи и увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин